Добрый вечер, прежде всего. Мне кажется, игра доставила удовольствие болельщикам. Кстати, сразу могу отметить, что болельщики у вас очень добрые. Видно, что любят команду. В вашей команде приятно играть, наверное, в такой обстановке. Что касается игры, то игра, что называется, на три результаты была. Могли победить хозяева, могли победить мы. Игра закончилась ничью. Достаточно качественная игра, как мне кажется, с равными возможностями, не без драматизма. Голы, которые были забиты, они как-то не вытекали из логики. Тем не менее, я вполне удовлетворен результатом по такой игре, потому что на сегодняшний день Волгарь является одним из ведущих, одна из ведущих команд нашей лиги и вполне достойно выглядит в играх против лидеров. Хотя сама является тоже лидером. Спасибо. Валерий Гузьмич, уже второй сезон подряд ваша команда тяжело входит в весеннюю часть первенства. Это просчеты предсезона подготовки, либо причины психологические проблемы команды, либо элементарные происки системы после весна? Ну я бы не сказал, что есть аналогия прошлого сезона и этого. Мне кажется, в этом сезоне мы гораздо лучше входим в эту фазу, в этот этап первенства ФНЛ. Могу вам сказать, что все матчи, которые мы проводили, может быть, в меньшей степени сегодняшняя игра, мы играли с ощутимым преимуществом против всех. Но по разным следствиям то не забивали, то не было реализации, то случались, ну как это в футболе и положено. Поэтому аналогии нет никакой. Мы вот ждем, что когда-то нас прорвет с реализацией. У нас это серьезная проблема, завершение атаки. Мы ее знаем, мы о ней знаем. Очевидно, и команды друзья соперники тоже в этом знают, поэтому с нами в обороне играет спокойно. Но аналогии я не вижу. Спокойно напрягают нас. Спасибо. На самом деле мастерства много у соперника и предыдущие игры я могу подтвердить, потому что Валерий Кузьмич вживую это видит и анализирует. А я анализирую перед соперником и могу сказать, что вообще все игры могли выиграть. Это безусловно. И сегодня я считаю, что игра была такая достойная. Достойная игра, она была достаточно. Нерв говорят, нервы груди. В общем-то обе команды играли, думаю, уважая друг друга и в то же время хотели за территорию бороться, за преимущество игровое бороться. В итоге как-то атака такая прошла, как под спиной. Ну и пенальти получили. Здесь тоже, думаю, второй тайм. Второй тайм. Хотели в быструю атаку уходить и какие-то предпосылки были. И в первом тайме, и во втором тайме были предпосылки, получили мяч. Думаю, немножко не распорядился Яковлев. Сработали на стандарте соперники. Дальше. Ну, наверное, и мы бы хотели, если бы не это преимущество, я думаю, ни одной из команд не устраивало. Это не та ничья, которая, в общем-то, называется такая мирная ничья. Потому что Томск, безусловно, хотел выигрывать свои позиции сохранить. Мы, безусловно, хотели приблизиться туда. Но в итоге получили, наверное, заслуженный по очку. Поэтому здесь вот так. И я хочу просто, Валерий Кузьмич, пожелать, чтобы дальше игровое преимущество, в общем-то, воплощалось в голы и в победы. Я к вам с большим уважением отношусь. Взаимно ты знаешь. Я знаю. Я знаю. Сначала Крегелев был в стартовом протоколе. То есть не получилось? Почему мы его заменили на Яковлев? Ну, так получилось. Вы видите, у нас дискомфорт почувствовал с задней поверхности бедра. И мы просто не стали рисковать. Потому что выпадет длинно и все. И он сказал, я боюсь, в общем-то, получить повреждение. Ну, он такой, в общем-то, парень, я думаю, что характерно, если была возможность, вышел. Поэтому произошла замена. Ну, и доволен я от Жапкина, скажу. Очень хороший матч провел. И, в общем-то, я выиграл, отдавал. Большой объем работы. Мне беспокоило, как он будет помогать в обороне. Учитывая то, что у соперника три в центре полузащитника, мы все равно. И здесь он, считай, справился. И дебют, по-настоящему дебют. Такой полноценный, сильной командой он провел. Провел хорошую. Ну, и в целом, я поблагодарил футболистов своих. Потому что это тоже фаза роста. Если мы могли достойно играть против Томска, и нам этого было достаточно, если мы сыграли в мяч, и мы были удовлетворены, то сегодня мы наравне с Томском понимаем, что это логично, исходом матча может быть. Но ребята хотели большего. И это я вижу в раздевалке. То есть, нет такого. Значит, мы немножко подросли над собой тоже. Вот. Примерно так. А Яковлев готов был к психологическим играм? Оказалось, что он все-таки не вошел в удар? А мне кажется, он хороший матч провел. Мне кажется, он хороший матч провел. Так никто не выпадал. Поэтому, как они... Если они попали в восемнадцатый, они все должны готовы быть с первой минуты в течение матча. Да нет, все было нормально. Поэтому спасибо всем. Спасибо. Удачи вам. Да. За десять туров до конца шестьдесят шков до пятного места того же факела. Хороший ингридикап? Вы знаете как? Вот я вам хочу одну вещь сказать. Вот если мы будем все время вниз смотреть, да, то мы во что-то врежемся. Поэтому надо смотреть, я вот и футболистам говорю, вы здесь не обращайте внимания. Чего мы в итоге заслужим, то и будет. Знаете, делай, что должно, и будь, что будет. То есть, они должны быть раскрепощены, они озадачены в том, что достанет нас кто-то или не достанет. Мы должны быть в погоде. Понимаете? Это, не знаю, реально, нереально, но мы должны быть устремлены за командами, которые, в общем-то, выше нас. И тогда будут и очки, и победы. Поэтому я здесь не считаю. Конечно, каждый шажок, каждый шажок. Хочется выйти напрямую сегодня уже, когда мы не планировали. Если этого не получится, значит, надо, в общем-то, подготовлено пойти в стык. А если мы, в общем-то, сегодня график такой, Тула, сегодня Томск, завтра другой соперник, который вверху, мы должны иметь лобовые игры, потому что эти команды готовятся в премьер-лигу, и это в премьер-лиге не фавориты. Значит, мы должны через эти игры себя проверить. Если мы недостойны сегодня, значит, надо сделать, вот и следующим годом подготовиться лучше и сделать следующий шаг. Вот всё просто. Всё просто. Поэтому спасибо ещё раз.